Здравствуйте! Время новостей на телеканале Антенна 7. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 миллиардов рублей. Именно такую сумму задолжали омичи. Итоги года подбивает служба судебных приставов. Должникам, а это около 25 тысяч человек, ограничен выезд за границу. Больше всего невыездные омичи накопили долгов по кредитам. На втором месте злостные неплательщики алиментов. А на третьем – должники по коммунальным платежам. Напомню, получить запрет на выезд за границу с территории России можно из-за задолженности на сумму более 30 тысяч рублей. Узнать о своих долгах можно на портале госуслуги. Нервишки, конечно, должники треплют себе. Но мы продолжаем. Психологи, гинекологи и руководители общественных организаций сегодня обсуждают женский суицид. По словам специалистов, основная причина – послеродовая депрессия. Как проявляется такое состояние и чем врачи могут помочь молодым мамам, расскажет Ирина Сорокина. В Умске не было ни одного случая самоубийства после родов. В России за этот год три эпизода. Два из них привели к смерти. В Екатеринбурге женщина покончила с собой в роддоме. А в Москве молодая мама совершила суицид вместе с детьми. Оба случая специалисты отнесли к послеродовой депрессии. Среди симптомов – потери интереса к жизни, изменения аппетита, нарушения сна и усталость. По словам заместителя главного врача, депрессия связана с гормонами. Во время беременности их уровень растет, а послеродов падает. Соответственно, на этом фоне, измененном гормональном, как раз и формируется послеродовая депрессия, как состояние, которое вообще классифицируется как психическое расстройство. И это период стабильно подавленного настроения, которое продолжается не менее двух недель. В женских консультациях есть специальные кабинеты помощи, в которых принимает юрист, акушер-гинеколог и психолог. К специалисту могут обратиться родственники или сама женщина. Для будущих родителей работает школа материнства в первом роддоме. Все занятия бесплатные. Мы выделили шесть занятий, и мы стараемся не только психологически подготовить женщину к состоянию, но мы и помогаем ей выработать некоторые навыки, которые помогут ей справиться с этим состоянием потом. Это, конечно, и навыки в уходе за младенцем. Все мы прекрасно знаем, что если женщина не знает, не понимает, навыков нет, конечно, наверняка у нее опустятся руки. Чтобы депрессии не было, врачи рекомендуют больше гулять и правильно есть. Если у женщины проблемы в жизни, например, с жильем, можно обратиться в специальный центр. Мы также оказываем вещевую поддержку всем нуждающимся беременным. Также помогаем с жильем в социальной гостинице и решаем все насущные вопросы. В нашем центре бесплатно оказывает консультации юрист, психолог, социальный работник, ну и, естественно, врач-апушер-гинеколог. В кризисный центр приходят и молодые мамы. В гостинице живут вместе с детьми, но не больше трех месяцев. За это время специалисты помогают справиться с депрессией. Ирина Сорокина, Сергей Пайхалов, Антенна-7. Сотни литров кислоты могли попасть в Иртыш. Очередным экологическим бедствием напугал жителей города паблик ЧП Омск. Любовь Федорова расскажет подробности. В офисном здании на проспекте Карла Маркса произошел пожар. Там находились гальванические ванны. От огня они расплавились, вся кислота вылилась, часть помещения окрасились в зеленый цвет, рассказали очевидцы. По их словам, химическую жидкость вычерпывали ведрами около пяти часов и сливали в канализацию. Работники предприятия считают, что произошло техногенное ЧП, сообщается в посте. А пользователи уверены, что из канализации кислота попала в Иртыш. Скоро крещение, а мечи массово будут купаться в проруби и растворяться в кислоте. Еще один пугающий пост в этом же паблике. А мечи устроили жестокую расправу над косулями. Восемь охотников промышляли браконьерством в заповеднике Новосибирской области. Их поймали с поличным, когда они бурно отмечали удачную охоту в одном из домов местного поселка. Во время празднования охотники расстреляли еще и местную собаку. Омские браконьеры выплатили штраф почти в 2 миллиона рублей и избежали наказания в суде. Страшнее человека? Зверя нет. Заключили комментаторы. Пост с хэштегом «жалоба» выложили, а мечи в сеть. На площади Бударина один из ресторанов устроил свалку. Написали пользователи. В подтверждение добавили фотографии. Такое обращение в интернете жители пишут не первый раз. Жалобы на заведение повторяются регулярно. Ресторан продукты замораживает. Это у них зимний холодильник. Подшучивают комментаторы. Безответственность городских властей вновь ругают в интернете. На улице Шаумяна над проезжей частью несколько часов висел фонарный столб, увешанный дорожными знаками. Видео опубликовали в соцсетях водители. На кадрах видно, что столб угрожающий повис прямо над проезжей частью. Рядом протягиваются и электропровода. Потому что все на телефон снимают, а не аварийку вызывают. Обсуждают подписчики. Пользователи обсуждают скандал в общественном транспорте. Из троллейбуса высадили очередного ребенка. Кондуктор отказалась принимать у него карту ОМКО и потребовала справку из школы. Мальчик попытался объяснить, что такие справки выдают с 12 лет, а ему еще 11. Но кондуктор и слушать не стала. Выгнала ребенка из троллейбуса. Домой он отправился пешком. На несправедливость пожаловалась в интернет и омские средства массовой информации мама школьника. Когда уже этих злых теток поувольняют оттуда? Гадают комментаторы. Продолжаем разбирать посты об Омске. В нашу редакцию обратилась жительница городка Нефтяников. Женщина пожаловалась на нехватку транспорта, который мог бы довести до центра. Трудности сообщения, по ее словам, начинаются с остановки 14-е Заозерное. Мы отправились на эту точку. Наталья Федорова – стойкий пассажир. Уже 40 минут она ждет свою маршрутку на остановке 14-е Заозерное. А что делать? Ехать на работу во дворец детского творчества как-то надо? С того момента, как у нас изменился маршрут 22-й, который ходил раньше с улицы Бархатовой по Заозерной и через телецентр, ну как-то можно было уехать. И то подходил часто полный, иногда даже не останавливался. Это автобус большой вместимости. После того, как изменили этот маршрут 22-й, и он стал ходить по Березовой, а в альтернативу пустили 31-Н маршрутку малой вместимости, просто невозможно уехать. Маршрутка 31-Н ездит исправно. Этого местные жители не отрицают. Но к Заозерной единственный транспорт до центра приезжает уже переполненным. И внутрь автобуса малой вместимости уже не попасть. Даже штурмовать приходится, рассказывают люди. Мы, допустим, вчера стояли втроем, да, до середины дороги пришлось выходить, чтобы помахать рукой, чтобы остановить. Ну, проходит одна, вторая мимо на проход. Ну, полный, понятно, что они не будут нас брать. Остановилась одна маршрутка, только лишь для того, чтобы высадить пассажира. Пассажир вышел, и мы втроем влезли в эту маршрутку, а дверь не закрывается. И мы не можем выйти, потому что нам надо ехать, а посадим на раздорку. Жители, говорят, обращались в департамент транспорта. Там им пояснили, что микроавтобусов по Заозерной ходит достаточно. Не совсем верно, говорит Елена Грошева. Она пытается уехать на автовокзал. Мне 345-я. Ну, долго уже стою, жду. Мне надо пакет отправить у меня в деревню. И вот опоздаю до 10 часов. Наталья Федорова же на работу не опоздала. Выручила, что заложила час на ожидание автобуса на остановке. Если бы транспорта на каждом маршруте прибавилось, уезжать стало бы проще, считают люди. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Омск входит в 2020-й с высоким бюджетом. Сегодня его утвердили депутаты городского совета. Доходы главного финансового документа составят 19 миллиардов рублей. Расходы 20. На что направлен бюджет? С Думской-1, Анна Рыбина. Закрытие осенней сессии. Главное, что предстоит сделать депутатам сегодня, принять бюджет города. Предложения по главному финансовому документу всегда есть у коммунистов. Например, не давать 10 миллионов футбольной команде «Иртыш», а провести на эти деньги освещение на Красноярском тракте. Казначей Богдан Масан возразил. Средства идут вообще-то на поддержку некоммерческих спортивных организаций. Парламентарии сошлись во мнении, что обе статьи расходов важны. Нужно искать возможность, чтобы и найти финансирование и на детей, и на восстановление освещения. Спасибо. И все же КПРФ призвала коллег не утверждать бюджет, аргументировав тем, что у соседей больше. Рядом соседние бюджеты Челябинска 33 миллиарда, в Екатеринбурге 50 миллиардов, в Новосибирске 50, в Москве больше 3 триллионов. Поддержки Федин не нашел. При отказе принимать городской бюджет, Омск лишится финансирования из вышестоящих. Бюджетники не получат зарплату в полном объеме. В итоге параметры казны утвердили большинством голосов. То, что сегодня приняли, бюджет не окончательный, поэтому я уже говорил, 3-4 миллиарда дополнительно будут еще средства федерального и регионального бюджета. А я думаю, что даже больше в течение года. Ну, наверное, нам действительно приятно сказать, что уже в этом году несколько детских садов уже будут построены в рамках нацпроектов. Вы знаете, что и школа Амурскому 2 в 2020 году будет сдана. Образование – основная часть расходов. 59% направят на эту сферу. В деньгах – 11,5 миллиардов. На 145 миллионов больше, чем в 2019-м. Еще 1,3 миллиарда выделят на социальную политику, культуру и спорт. В этом году мы практически на каждом заседании Омского городского совета, а их было 10 заседаний, мы делали изменения в бюджет города Омска, которые были направлены на то, чтобы реализовывать те национальные проекты, которые у нас в Омске реализуются за счет федерального, областного и городского бюджета. Безусловно, мы направили все свои усилия для того, чтобы создать комфортную городскую среду в городе Омске, для того, чтобы можно было мячам комфортно не только здесь работать, но и жить. Также депутаты одобрили семь объектов недвижимости, которые мэрия хочет сдать в концессию. Самый крупный из перечня – Сатурн. Кинотеатр давно не работает, здание разрушается, а восстановить его на собственные деньги Омск не может. Даже сейчас приходящий инвестор, их больше интересует покупка, чем договорные отношения. Поэтому, если у нас не удастся ни консессионного соглашения, ни сдачи в аренду, будем выносить депутатам вопросы о его возможной продаже. Вся экономия бюджетных средств будет направляться на ремонт школ, реновацию школьных бассейнов и детский спорт. Дополнительные средства предусмотрены для переселения из аварийного жилья и вывоз мусора с кладбищ. Это то, о чем просили избиратели. Анна Рыбина, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Поздравляют в эти дни 140-ю гимназию. Она отмечает юбилей. Кто пришел на встречу и что подготовили для учителей, узнала Ирина Сорокина. Утро во дворце молодежи началось с громкой музыки в холле. Вспышки фотоаппаратов, объятий и долгожданная встреча. 140-я гимназия в этом году отмечает юбилей 30 лет. На праздник собираются выпускники и учителя. Лариса Григорьевна работала в школе со дня ее основания. Женщина была классным руководителем. Ее ученики стали первыми выпускниками. Это был 90-й год, первый выпуск. У нас было три класса. У меня был самый маленький класс. Там было всего 10 человек. Класс был эстетический. Одни девочки. Кто-то танцевал, занимался балетом. Кто-то рисовал, кто-то пел. Встретила выпускников, да. Некоторых не узнала. Настолько они изменились. Одна из учениц Ларисы Измайловой, Наталья, сегодня пришла на встречу. Девушка закончила школу 16 лет назад. Приятно, интересно, забывается все, к сожалению, да. Я была пять лет назад тоже здесь, проходила встреча. Уже как-то даже боишься, что это все как-то забывается. 140-я гимназия была основана в 1989 году. Юбилей отмечают во Дворце молодежи. В празднике участвуют и нынешние ученики гимназии. По словам директора, дети весь год готовили шоу-программу. У нас на это ушло достаточно много времени. Мы заведомо готовились к этому мероприятию. Поэтому сегодня уже все сделано. Могу сказать, что все получилось, все хорошо. В концертную часть программы входят художественные номера, которые, повторюсь, сделаны нашими педагогами и детьми. И приглашенными гостями. В гимназии есть традиция «Танец полонез». Это польский танец шествия, который раньше исполняли в начале бала. Нынешние гимназисты подготовили номеры на юбилей. С юбилеем гимназию поздравляет администрация города и общественное движение «Новый город». Валерий Кокорин отмечает профессионализм педагогов. Гимназия у нас звездная. В смысле готовит звезд. И я хотел бы поблагодарить педагогический коллектив гимназии за их такой беззаветный труд. Безусловно, в первую очередь их поздравить с этим юбилеем. Конечно, поздравляю выпускников, родителей, учащихся нашей любимой гимназии. Все учителя от администрации «Нового города» получают именные грамоты за свою работу. Ирина Сорокина, Андрей Кузьмин, «Антенна-7». Встречать праздник во всеоружии предлагают кинопрокатчики на этой неделе. «Черное Рождество» выходит на большие экраны. И все же главная премьера этой недели – «Звездные войны». Вы отлично поработали в этом семестре. Желаю всем хороших каникул и веселого Рождества. Как дела, дамы? Готовы оторваться? Это наша последняя рождественская вечеринка в колледже. Колледж Хоторн закрывается на зимние каникулы. И в то же время одна за другой начинают погибать студентки от рук неизвестного маньяка. Но кем бы он ни был, ему предстоит узнать, что девушки нового поколения не намерены быть беспомощными жертвами, и что они будут бороться до конца. Вот же как бывает. Теперь убийца становится объектом преследования. «Черное Рождество 2019» – это ремейк культового хоррора 1974 года. Пришлось принести множество жертв, чтобы сохранить традиции. Вы все сумасшедшие. Это инстинкт. Озарение. Сила свела нас вместе. Ну а этот фильм в особом представлении не нуждается. «Звездные войны. Скайуокер. Восход». Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более 40 лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Действие фильма происходит через год после событий «Последних джедаев». То, что вы заключили союз, вас и погубит. Сопротивление пытается справиться с беспорядками, которые происходят внутри организации. Но встреча с Первым Орденом неизбежна. Противостояние джедаев и ситхов достигнет своего максимума, и зрителя ждет умопомрачительный финал, обещают создатели. «Сила пребудет с тобой. Всегда». В кино сходил Денис Уонос «Антенна-7». Скорость, натиск, резкие техничные атаки. Более ста спортсменов состязались в детско-юношеском турнире, новогодние татами по восточному боевому единоборству. Соревнование впервые проходило в двух дисциплинах – Кабудо и Сютакан. Между двумя площадками перемещался Владимир Истомин. «Мобильная стойка, ложные движения, выдвинутые вперед ногой, вытягивания соперника, резкие жесткие серии ударов руками. Следом атаки вторым темпом, выпады коленями. Кабудо – раздел восточного боевого единоборства, основанный на технике японского рукопашного боя. В нем много важных, выделенных из векового опыта нюансов. Стремительные атаки, сильные удары, броски, добивания – все при полной безопасности. Шлем, жилет, накладки гасят силу ударов. Самая яркая битва турнира – сражение спортсменов 10 и 11 лет в категории свыше 30 килограммов. На золотую награду претендовали три бойца – Николай Стасюк, Марк Шихатов и Ленар Хамедулин. Каждый стремился действовать в своем стиле, ярко и изобретательно. Николай Стасюк переиграл соперников тактически. Отлично маневрировал, точнее бил завершающие удары, выиграл главную награду турнира. Действовал тактика. Когда он летит, я его атакую или нападал на него с двойкой. Поэтому выиграл. Жесткие техничные атаки в споре бойцов младшего возраста – 8-9 лет. На финише сезона спортсмены усилили важный для Кабудо момент – акцентированность ударов. Работали над другими нюансами – тактикой, маневрами, расширили арсенал ударов и комбинаций. Важны обе темы. Глеб Попов выиграл финальный поединок в силовом стиле, успешно сочетая встречные удары ногами с атаками с дальней дистанции. Я сегодня хорошо атаковал, бил на скорости, бил свои сложные удары. Например, удар передней рукой, удар задней рукой, ногами пытался бить. Самый зрелищный финал – принципиальный спор братьев-близнецов Ильи и Ивана Кобутов. В этом поединке решающую роль сыграли тактические нюансы. Илья действовал в силовом, наступательном стиле, Иван проявил характер, отвечал точными ударами в корпус, выиграл поединок по баллам. Мы занимаемся Кобутой уже три года. Я сегодня выиграла по уму, потому что я старался и пытался бить прямо. Мы с братом его очень любим. Мощный запал в состязании по сетокан-карате. Отличная поддержка болельщиков и Деда Мороза. Упор на точность ударов. Одна абсолютная категория в каждом возрасте. Полторы минуты на поединок до двух баллов. Концентрация, интеллект, просчет тактики и каждого удара. Отличные атаки вторым темпом. Азарт, вдохновение, точная серия ударов. Александр Бофт выиграл решающий поединок досрочно. Я сегодня бился с хорошим трением. Мне поднял его Дед Мороз. Он сказал, что надо быть смелым, не бояться. И я собрался с духом и начал бить. И выиграл. Множество призов на финише соревнования. Медали, кубки, грамоты, подарки от Деда Мороза. Итоги соревнования подвел Денис Чернов, президент Федерации Восточного Боевого Единоборства Омской области. Этот год мы упорно занимались нашими ребятами младшими. То есть возраст где-то с 8 лет до 12. И вот этот турнир, который уже стал традиционным, новогодний наш, показывает, что ребята выросли. Ребята многому научились у старшего поколения, которое более опытное, более успешное. Мы с надеждой, верой смотрим в будущее. Следующее соревнование у наших спортсменов буквально через несколько дней. В ближайшие выходные омская команда выступит в крупном межрегиональном турнире, который пройдет в Алтайском крае. Владимир Стамин, Юрий Дорошенко, Антенна 7. На сегодня это все новости. Увидимся не только в эфире, а также на сайте и в группах в социальных сетях. Новости. Официальная группа ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 6 января. ТЮЗ. Хороший подарок к Новому году. Георгий Мартиросян, Марина Дюжева и Валентин Смирницкий в спектакле «И снова горько». 38 55 54. 8 января. Концертный зал. Любимая новогодняя история. Папаши или сирота Казанская. Анатолий Васильев, Александр Семчев и Андрей Леонов. Внимание! Только два дня. 21 и 22 декабря. В торговом центре «Континент» большая распродажа уходящего года. Скидки до 70%. Аренда конференц-зала в «Континенте». Телефон 308 409. 308 409. Предлагаются к продаже от застройщика одно и двухкомнатные квартиры в новом микрорайоне Чередовый. Дома уже сданы. Развитая инфраструктура, благоприятная экология, отличная транспортная доступность. Возможна рассрочка ипотека. Стань звездой «Каскада». Совершай покупки с 1 декабря по 14 января. Выкладывай фото в Инстаграм с хэштегом «Звезда Каскада» и выигрывай до 50 тысяч на шопинг в «Каскаде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова